Добро пожаловать на очередную лекцию по истории искусства. Меня зовут Настасья Пелецкая, я искусствовед, куратор, историк искусства. На этом канале вы можете найти ролики о современном турецком искусстве, которым я специализируюсь, а также просмотреть ролики из моего авторского курса по истории искусств, который я читала для бакалавров и магистров в школе дизайна Ранхикс. Мы продолжаем с вами говорить о первобытном искусстве. Я благодарна всем за комментарии, лайки и советы под предыдущим видео, где была вводная небольшая часть первобытного искусства. Вы попросили делать паузы между мыслями. Я постараюсь в этой лекции придерживаться такого правила. Дело в том, что сама я смотрю образовательные ролики на скорости 2х, поглощаю очень много информации и почему-то подумала, что все люди, как я, и в принципе как можно меньше воздуха и воды, и как можно больше полезной информации. Поэтому и в своих роликах я при монтаже удаляла вообще все паузы, чтобы можно больше полезного материала вместить в короткий промежуток времени. Сегодня я постараюсь изменить свою схему презентации материала. Итак, сегодня мы будем с вами говорить конкретно о памятниках Палеолита. Но перед этим, перед тем, как мы начнем, краткое содержание предыдущей серии. Кстати, не смотрели введение в первобытное искусство, предлагаю вам сначала посмотреть его, а мы продолжаем. Какой бы период истории искусства мы с вами не рассматривали, мы всегда обращаем внимание на три больших кита. На периодизацию его, на историю, в котором оно формировалось, на географию, где оно было распространено, где оно развивалось, какие особенности природы и географии на него повлияли, а также на верование. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что первобытное искусство мы можем поделить на три века. Каменный век, век медно-бронзовый и век железный. Как мы уже говорили с вами в прошлый раз, такое определение родилось исходя из орудий, которые были созданы человеком в тот или иной период, из материала орудий, который был создан в тот или иной период. Мы также говорили с вами о том, что каменный век также делится на памятники трех больших групп. Это палеолит, древний каменный век, мезолит, средний каменный век и неолит, новый каменный век. Сегодня мы будем говорить с вами конкретно о каменном веке, о палеолите, о древнем каменном веке. Следующие две серии будут посвящены отдельно памятникам мезолита и неолита. Мы также говорили с вами о том, что первобытное искусство проявило себя на территории всей планеты Земля. Поэтому мы увидим памятники из разных стран и территорий. А также мы говорили о том, что на первобытное искусство напрямую повлияла вера человека. А вера родилась у первобытного человека из попытки совладать с теми событиями, которые напрямую влияли на его жизнь. Мы говорили о том, что, например, человек мог попасть под дождь, замерзнуть, промокнуть, заболеть и, например, умереть. Ему нужно было как-то объяснять такие события. Кто имеет власть над тем, что идет дождь и, следовательно, имеет власть над тем, чтобы убить человека. В попытке объяснить все эти события, чудо рождения, чудо смерти, чудо болезни, природные события или, например, то, как мигрируют животные, источник пропитания. Мы с вами вспоминаем о том, что каменный век, у нас нет доставки, нет супермаркетов. Человек мигрирует за животными, а животные мигрируют в зависимости от погоды. Так вот, единственный способ добывания пропитания для себя – это здоровый протеин, а именно мясо животных. В палеолите человек еще не умеет обрабатывать землю. Это случится сильно позднее. Он еще не умеет строить себе жилища. Он прячется от непогоды. В пещерах, в которых были, собственно, и найдено большое количество монументальных изображений, о которых мы сегодня будем с вами говорить. Что еще случилось чуть позднее? В мезолите первобытный человек научится создавать серпы, ножи из кремния. Появятся лезвия, костяные орудия, в том числе появятся стрелы. Вообще мезолит считается определенным переходным периодом. И, например, даже на Ближнем Востоке он довольно быстро исчезает. И в некоторых книгах историков, археологов, историков искусства вы, например, можете не найти, не увидеть ничего касательно мезолита. Не стоит пугаться, просто это в связи с тем, что период довольно переходный. Он, может быть, не так проявлен в контексте памятников. Но самое интересное происходит в период неолита, Нового Каменного века. Это время, когда человек научился не только собирать ягоды, убивать животных, он научился сеять и собирать то, что на этой земле выросло. Почему для нас это очень сильно важно? Потому что любая связь с землей говорит о том, что первобытный человек начал привязываться к этой земле. То есть, если раньше он жил в какой-то пещере, в ней, например, грелся, размножался, рисовал, но потом бизон или олени пошли вверх по реке или, не знаю, куда-нибудь ушли в связи с похолоданием, или, например, река, рядом с которой человек жил, прятался и выживал, замерзла, ему нужно идти в другое место, чтобы искать пропитание, то теперь ему не нужно мигрировать, потому что здесь его поле, на котором через пару месяцев вырастет его будущая еда. А это значит, что появляется определенный тип межличностных конфликтов, когда одни люди, например, могут претендовать на землю других людей. В Палеолите, как говорят археологи, историки, у нас нет упоминаний о стычках между разными группами людей. Неолит также известен тем, что у нас наконец-то появилась собака. Мы приручили это прекрасное животное. У нас появляется керамика, ну, благодаря, конечно, оседлому виду жизни, потому что представьте себе, как в Палеолите вы будете жить с горшками, да. Олень сегодня ускакал, мы поскакали за оленем, ну, и заодно возьмем с собой 35 килограмм керамической посуды. Так, конечно, очень сложно. Более того, в Неолите у нас есть период, скажем так, керамический, и бескерамический период мы отдельно про них будем говорить. А еще Неолит, ну, в связи с тем, что это время оседлости и появления земледелия, это время появления архитектуры. Место, где появляется первая башня, мы официально можем назвать первым городом. Наша с вами задача и в рамках этого курса, и в рамках этой конкретной лекции научиться определять, где среди первобытных памятников искусство конкретно Палеолита. Дело в том, что нам с вами повезло. Искусство Палеолита очень сильно отличается от Мезолита и Неолита по своей форме. А значит, с этого дня мы будем с вами заниматься формальным анализом, изучать форму искусства, изучать стиль изображения, будем проводить стилистический анализ, и попытаемся с вами зафиксировать определенные схожести и различия. Искусство эпохи Палеолита оставило нам две группы памятников. Прежде всего, это искусство монументальное, то, что мы называем росписи, рисунки в пещерах, пещерная живопись. Вторая группа памятников – это искусство мобильное, то, что мы называем небольшими скульптурками. О них мы будем говорить чуть позднее. А сейчас сфокусируемся на монументальном искусстве. Самые ранние произведения первобытного искусства относятся, как я говорила уже вам в прошлой лекции, к позднему Палеолиту. Это примерно 35 тысяч лет назад, до нашей эры. Пченые склоняются к тому, что натуралистическое искусство и изображение схематичных знаков, геометрических фигур, помните, мы с вами в прошлый раз говорили про макароны, возникли плюс-минус в одно и то же время. Что же нашли те люди, кто в XIX веке впервые попал в пещеры? Альтамира, Ляско. Что же там нашли? Что же там увидели? Поверхность пещер была разукрашена изображениями, реалистичными, экспрессивными изображениями диких животных. Дело в том, что в то время основным занятием человека была коллективная охота на крупного зверя – мамонта, северного оленя, пещерного медведя. Именно на охоте были сконцентрированы физические и эмоциональные силы древних людей. Почему же пещеры были украшены изображениями диких зверей? Ну, как я уже в прошлый раз вам говорила, все наши предположения мы делаем с обязательной пометкой, со словом «возможно». Точной информации у нас нет, но у нас есть ряд предположений. Например, это может быть декоративная функция. Например, человек изо дня в день, вместо того, чтобы смотреть в мобильный телефон или в монитор компьютера, смотрит на диких зверей в природе. Так они ему нравятся, такие они красивые, что он отправляется обратно в пещеру и переносит по памяти изображение зверя, на которого смотрел весь день, на изображение на стене. Создает тем самым декоративные обои. Может быть такое? Может. Другая функция. Например, человек верит в то, что перенеся изображение живого существа на поверхность, тем самым он ворует у него душу или он его, ну, скажем так, клонирует. Этот вариант вполне возможен, потому что мы не видим с вами изображение человека. А значит, человек осознанно, древний человек осознанно его избегает. Возможно, он боится себя склазить. Возможно, эти изображения используются в определенных ритуалах. Какие-то могут быть ритуалы. Ну, например, мужчины кидают в животное палки. И кто попадет палкой в животное, тому будет способствовать удача на реальной охоте. Может быть, и еще один вариант. Например, изображение – это определенный символ или знак для себя же или себе подобных. Я уже говорила вам чуть ранее, что в палеолит люди довольно много перемещались. Они мигрировали. И, возможно, оставленные рисунки могли быть определенным знаком. Например, что здесь водятся эти животные. Или памятка самому себе. Я жил в этой пещере, и здесь я охотился на это животное. Я буду страшно благодарна, если в комментариях к этому видео вы предложите свои варианты, для чего могли быть использованы рисунки в пещерах. Но мы здесь с вами в наш конспектик записываем две важных вещи. Первое – то, что в палеолите мы очень редко когда можем увидеть изображение человека. И второе – изображение животных очень реалистично. А теперь вернемся к предыдущему слайду. Посмотрим внимательно на небольшой, но очень интересный рисунок в нижнем левом углу. Это сценка из пещеры Ляско. На ней мы видим с вами, как человек, который изображен довольно схематично, умирает, как в стычке с бизоном. Который, кстати, явно в бешенстве, потому что он проткнут палкой, копьем. И, судя по тому, что из него что-то течет, видимо, истекает кровью. Это очень интересное изображение. Во-первых, это одно из самых редких изображений, включающее изображение человека. И человек изображен здесь крайне схематично. Ну, мы точно видим, что это мужчина. У него присутствуют половые органы, довольно ярко выраженные. По всем остальном, это схема человека. Это нереалистичное изображение мужчины. Нас интересует изображение птички, которое тоже есть здесь же. Такая интересная тоже вам история поразмыслить. Написать в комментариях ваша идея, что она здесь может изображать. Профессиональным сообществом считается, что это изображение души. Разъяренный, раненый дикий зверь нападает на мужчину, он умирает и спускает дух. И его, в общем, душа птичка отлетает, вылетает из его тела. Как вам такая идея? Ну, на мой взгляд, она вполне возможна. Но если у вас есть какие-то другие интересные варианты, пожалуйста, напишите в комментариях. Еще один вопрос, который я вам задам. Вы попробуете поразмышлять вслух, поставьте это видео на паузу. Как вы думаете, о чем первобытный художник рисовал? До того, как я вам отвечу, сделаю небольшую пометку. Назвать первобытного человека художником – это название условное. На первобытном обществе маловероятно, что существовали профессиональные художники. Хотя мы точно не знаем. Возможно, изображали колдуны или, например, главы общин. Этого мы не знаем. Но, возможно, рисовали и простые охотники. У нас нет этой информации. Поэтому, конечно, когда мы говорим «первобытный художник», мы немножко так обобщаем. Так вот, чем же они рисовали? Рисовали они теми материалами, которые у них были под рукой. А именно сажей, золой, глиной, землей. Первобытное искусство в свое время являлось определенной формой общественного сознания. То есть через эти изображения первобытное общество находило определенные ответы на постоянно возникающие вопросы. Здесь я вырезала вам довольно интересную цитату из книги искусствоведа Дмитриевой. Давайте вместе ее прочитаем. Искусниц руки и меткость глаза дали возможность создавать великолепные мастерские изображения. Но сказать, что они ни в коем отношении не примитивны, было бы тоже неверно. Примитивность сказывается, например, в присутствии чувств общей композиции, согласованности. На потолке Альтамирской пещеры нарисовано около двух десятков бизонов, лошадей, кабанов. Каждое изображение в отдельности превосходно. Но как они расположены? В их соотношении между собой царит беспорядок и хаос. Некоторые нарисованы вверх ногами, многие накладываются одно на другое. И никакого намека на среду, обстановку. Тут действительно, возможно, какая-то аналогия с рисунками маленького ребенка, который он наносит в кривь и в кость и не пытается согласовывать с форматом листа. Видимо, само мышление первобытного человека очень натренированное в одном отношении, беспомощно и примитивно в другом, в сознании связей. Он пристально вглядывается в отдельные явления, но не понимает их причинных связей и взаимозависимостей. А если не понимает, то и не видит. Поэтому его композиционный дар еще в зачатке. Но главным образом примитивность сознания первобытного художника проявляется в чрезвычайной ограниченности сферы его внимания. Он изображает только животных. И то только тех, на которых он охотится. Или которые охотятся на него самого. То есть лишь то, с чем непосредственно связана его борьба за жизнь. А как он изображает самого себя? В искусстве палеолита изображений человека вообще сравнительно мало. Но все-таки они встречаются. В самых различных местах Земли найдены статуэтки женщин палеотические Венеры. Как их называют? Шутя. И вот сначала мы с вами посмотрим несколько прекрасных изображений из пещеры Ляско. Как уже я зачитывала чуть раньше. Это множественные, реалистичные, экспрессивные, живые изображения животных. Но мы с вами можем видеть, что они могут быть наложены друг на друга. Есть ли в этом какая-то функция, есть ли в этом какая-то ошибка, нам неизвестно. Самый такой классический хрестоматийный бизон из пещеры Альтамира. И еще немножко изображений. И обратите внимание, что я подразумеваю под словом реалистичность. Вообще это слово на моем курсе мы будем использовать довольно часто. Реалистичность – это такое изображение, когда мы не просто верим в его существование, а оно похоже на то, что существует в нашем реальном мире. На этот слайд я добавила вам изображение из пещер эпохи Мезолита, на которой изображена группа людей. Мы угадываем, что это группа людей. У них есть точка-точка огуречек, вот и вышел человечек. У них есть схематичное изображение рук, ног, торса, головы. Но это не реалистическое изображение, а стилизованное схематическое изображение. В другой же части слайда изображенные быки выглядят так, как они выглядят в природе. И по цветам, и по пропорциям. Цветотени – это очень богатое колористическое изображение, полихромное изображение. Оно изображено в более чем двух цветах. Невероятные работы. Конечно, сложно представить, что 35 тысяч лет назад человек уже мало того, что так видел, он мог без специальных инструментов это перенести на плоскость. Удивительно, что в отличие от мезолита, в палеолите у нас нет сюжета. То есть это просто оторванные изображения конкретного животного, часто не согласованные в пространстве между собой. И снова я хотела бы задать вам вопрос. Порассуждайте, в чем же все-таки, на ваш взгляд, была раскрыта функция этих рисунков? Они могли быть оберегами, они могли быть языком, они могли быть инструментом для проведения определенных обрядов или, возможно, чем-то еще. Но я вот еще думаю о том, что почему так было мало изображений человека. Ну вот представьте, если все-таки мы останавливаемся на теории, что изображения животных использовались в ритуалах для успеха на охоте, то если мы верим в то, что мы нарисовали быка, мы кинули в него палку, и на охоте мы тоже кинем в него палку, и попадем, и он умрет, то где гарантия, что если я нарисую свою жену, и кто-нибудь, кто придет в эту пещеру, кинет в нее палку, и она не умрет, не пострадает? Вечный вопрос с глазом. А теперь мы переходим с вами к палеотическим Венерам. Или по-другому их еще называют Венеры-палеолит. Это такое обобщающее понятие для множества датируемых верхним палеолитом статуэток женщин, обладающих определенными общими признаками. Многие изображены тучными, беременными, с большой грудью, как, например, вот здесь. Статуэтки встречаются главным образом в Европе, но, честно говоря, орел находок, как обычно, по всему, по всей планете. Вопрос, где просто копают больше. А какого размера, как вы думаете, эти статуэтки? Эти небольшие скульптурки, мобильное искусство. Они небольшие, от примерно 4 до 25 сантиметров. И здесь мы снова возвращаемся с вами к вопросу функционала. Для чего же могли использоваться эти прекрасные статуэтки? Скульптурки. И почему они выглядят все определенным образом? Ну, прежде всего, давайте посмотрим на так называемую Венеру Пестыжу. Мы видим у нее половые признаки. При этом у нее нет головы, у нее нет рук. У этой статуэтки даже нет груди. То есть ее прямая функция – это функция деторождения. Я надеюсь, что с базовыми законами физиологии вас тут знакомить не нужно. Ну, во-первых, не будем забывать, что палеолит – это время матриархата. Изображений мужчин в это время у нас нет. От женщины же идет род людской, рождение. Женщина таит в себе загадку. Мы не знаем в каменном веке вообще, первобытный человек понимает, как вообще происходит. Мы этого точно с вами не знаем. Но мы точно знаем, из какого места из женщины выходит маленький человек. И, конечно, это большая загадка. Не будем забывать, что это время, когда медицины нет. Нет обезболивающих. В родах женщины и мучаются, и умирают, и убивают, и погибают дети. Поэтому, конечно, нам нужна вера. Нам нужна вера в то, чтобы было не так больно, чтобы выжил плод, младенец, чтобы выжила роженица сама или роженица. Поэтому вполне вероятно, что эти статуэтки участвовали в обрядах родовспоможения, например. Или, может быть, наоборот, для увеличения эффективности, для привлечения успеха женщины к тому, чтобы забеременеть. Такое тоже возможно. В этих произведениях нам тоже бросается в глаза одновременно и мастерство, и примитивность. Только на этот раз примитивность очевиднее. Мастерство в том, как цельно и сильно прочувствована пластика объемов тела. В этом смысле фигурки выразительные и при своих малых размерах даже монументальны. Но в них нет проблеска духовности. В них нет даже лица. Лицо не интересовало мастеров того времени. Вероятно, просто не осознавалось, как предмет достойное изображение. Ну, или здесь я сделаю небольшую ремарку. Отойду от цитаты Дмитриевой. Или, возможно, изображение лица могло сглазить модель. Если мы допустим, что мы не изображали на скалах и в пещерах человека, потому что мы боялись, что нам нанесут вред, то, возможно, создавая фигурку с человеческим лицом, мы также могли ее использовать в каком-то негативном контексте. Палеотическая Венера с ее вздутым животом, громадными мешками грудей, сосуд плодородия и ничего сверх того. Она более животная, чем сами животные, как они изображаются в искусстве палеолита. Любопытный парадокс этого искусства. Отношение к человеку преимущественно к животное, а отношение к зверу больше человечности. В изображении зверей уже заметно, как сквозь глубокую кору инстинктивных элементарных чувств просвечивались и прорывались разумные эмоции существ, начинавших мыслить и чувствовать по-человечески. Вспомним, например, буйвола быка, который от боли нападает на своего обидчика и также его убивает. Это такое очеловечивание животных. Здесь наоборот. Вот у нас есть голова, некие черты даже лица проглядываются, но отсутствует тело. Эти фигурки вырезаны из костей, иногда из бивней, из камня мягких пород, кальцита, известняка. Существуют также статуэтки, вылепленные из глины и обожженные, являющие собой один из древнейших примеров известной науки керамики. В целом, к началу 21 века было известно более 100 Венер, большинство из которых сравнительно небольшого размера. 4 до 25 сантиметров, как я уже говорила. Какие еще функции могут быть включены в эти скульптуры? Это могли быть игрушки, кукла. Их могли заплетать волосы. Их могли носить с собой как амулет. Их могли передаривать друг другу, как символ, например, дарения женщины. Не знаю, просто накидываю вам варианты. Если у вас есть еще какая-нибудь интересная идея, обязательно поделитесь в комментариях. Мне это будет очень интересно и полезно. Вот одна из самых известных палеотических Венер. Венера, так называемая, в шапке. Да, вот с невероятно проработанным телом, с потрясающей грудью, с большим животом. Ну, вот такой вот символ, да, Мать-Земли, которая, собственно, и дарит нам, дарит нам не только рождение человека, но и дарит нам выживание человека. Потому что женщина вскармливает младенца своим же телом. Но не будем забывать, что полнота сегодня, полнота 35 тысяч лет до нашей эры, это, конечно, совершенно разные контексты. И если современная культура учит нас тому, что излишняя телесность может быть признаком болезни, в прошлом все было ровно наоборот. Человек сильно недоедал. Поэтому если человек был в теле, это было признаком, прежде всего, сытости и богатства. Что очень-очень интересно. Например, также найдена скульптура водоплавающей птицы. Да, у нас есть женщина, у нас есть животное, у нас все еще нет мужчины. И у нас есть изображение Венеры в качестве рельефа в пещере. То есть не отдельная круглая скульптурка, а вырезанная на камне изображение. Также большой живот, большие бедра такие родоспособные. И, конечно, грудь для вскармливания. Подводим с вами определенные итоги. Значит, отличительные черты живописи в палеолите – это реалистичность, экспрессия, пластика, ритмика. Животные между собой не связаны композиционно. Изображения могут друг на друга накладываться. И исполнены они в полихроме. То есть два и более цветов. Что же касательно пластики. Значит, пластика палеолита – это отдельные круглые скульптурки. Это рельеф изображен, да, выскопленные изображения на стене, как, например, Венера с кубком во Франции, которая была найдена. Или, например, вот такие более схематичные изображения животных. Здесь у нас оленей, переплывающие реку. Даже есть определенная некая сюжетность, но это скорее исключение. Даже видим еще с вами довольно реалистичные изображенные рыбы. На этом наш с вами рассказ об искусстве палеолита подходит к концу. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. И я в очередной раз буду вам благодарна за комментарий. Он помогает моим видео продвигаться. В следующий раз мы поговорим с вами о искусстве мезолита. Спасибо большое. До скорых встреч.